Наверняка у вас случались дни, когда все шло не по плану. Вы опаздывали из-за длинных очередей, при оплате счета понимали, что забыли бумажник, а еще рвались ваши любимые шлепанцы. Хуже всего, если это происходило в поезде, когда вы были далеко от дома. Во время следующего путешествия попробуйте вот эти советы. Для начала не покупайте билеты в три дорого, лучше всего приобретать их за семь недель до полета. Если вы пропустили это окно, у вас все равно остается шанс сэкономить, потому что цены на билеты постоянно меняются. Просто подпишитесь на оповещение по электронной почте и не берите билеты на воскресенье. Это самый дорогой день недели для полетов. Лучший день – вторник, потому что именно тогда появляются новые предложения. При поиске билетов туристические сайты сохраняют ваши данные и затем показывают заманчивые предложения по сравнению с теми, что вы уже видели. Но такие билеты все равно дороже, чем должны быть. Избежать этого можно при помощи режима инкогнито. Он не даст сайту увидеть ваши куки. Вы взяли лучшие билеты, прибыли в аэропорт и спешите на посадку. Ожидая предполетного досмотра, выберите очередь, где стоят люди, похожие на бизнесменов. Скорее всего, они частые путешественники и будут проходить проверку намного быстрее. Вы сидите в самолете, и бортпроводники почему-то вас игнорируют. Вы забронировали кресло в хвосте салона? Нет? А зря. Быстрее всего обслуживать вас будут именно там, потому что в хвосте находится помещение, где бортпроводники проводят много времени. Если на борту нет встроенных экранов для просмотра фильмов, положите свой телефон в пакетик из-под сэндвича и зажмите эту конструкцию складным столиком. Так у вас появится самодельный экран. Во время долгих перелетов у вас кружится голова? Все потому, что из-за давления кровь перетекает от мозга к ногам. Чтобы этого избежать, носите компрессионные носки. И не забудьте взять вручную кладь теннисный мячик. Покатав его стопами или подложив под спину, вы получите необходимый вам массаж. И вот вы уже прибыли к месту назначения и высматриваете свой чемодан на багажной ленте. Но все чемоданы выглядят одинаково. Смотрите, я намотал желтую ленту на ручку вашего. Не поленитесь украсить свой багаж лентами, наклейками или цветным скотчем. Так он будет выделяться на общем фоне. А еще при регистрации вы можете пометить свой багаж как хрупкий, тогда он не окажется под грузом других чемоданов и появится на багажной ленте одним из первых. Лучший способ найти выход из аэропорта или места, где можно поесть – следовать за экипажем. Эти ребята точно знают, где недорого и вкусно перекусить, и как выбраться из здания в кратчайшие сроки. Главное, старайтесь не выглядеть подозрительно, чтобы вас не поняли неправильно. Вы вышли из аэропорта, а на улице дождь. Теперь все ваши вещи намокнут. Или вы взяли с собой мешки для мусора? Скорее натяните их на чемоданы. Отлично! Водитель шаттла только что сообщил, что поездка до отеля займет 4 часа. В это время можно подремать. Но в автобусе так неудобно спать. Просто возьмите с собой наволочку. Теперь набейте ее одеждой, и у вас получится удобная подушка. Вы приехали в отель и зарегистрировались. В этот момент к вам наклоняется администратор и шепчет «В последнее время у нас участились кражи. Пожалуйста, следите за своими вещами». Пауза. Отмотаем немного назад. Вы еще дома. Возьмите пустую бутылку из-под шампуня, прорежьте в ней щель и положите внутрь все ценное. Бумажник, украшения и так далее. Когда соберетесь на пляж, просто поставьте бутылку на полочку в ванной. Никому не придет в голову красть шампунь. Итак, вы наконец в своем номере. Полет был трудным, и джетлаг дает о себе знать. Пора прилечь. А вот здесь притормозите. Это может прозвучать странно, но сейчас самое время сделать зарядку. Нагрузка поможет снять неприятные ощущения после полета и не нарушить распорядок вашего сна. Интенсивная тренировка ни к чему, хватит легкой растяжки. В некоторых отелях для того, чтобы включить свет и кондиционер, нужно вставить ключ-карту в дверь, в специальный карманчик на стене. Чтобы электричество не отключалось, вы можете поместить туда любую другую карту или даже листок бумаги. Разбирая чемодан, вы понимаете, что почти половина вещей измазана шампунем и гелем для душа. Пора еще раз отправиться в прошлое. Упаковывая бутылочки, накройте горлышко каждой из них куском пластиковой пленки и только потом закрутите крышку. Если какой-то предмет вашей одежды быстро мнется, упакуйте его в пластиковую папку, а между слоями ткани проложите тонкую бумагу или салфетки. А это трюк для любителей макияжа. Чтобы спрессованные косметические продукты не разбились при перевозке, положите внутрь упаковки ватный шарик. Но у вас с собой довольно мало вещей, потому что многое не вошло в чемодан. Все было бы иначе, если бы вы скатывали одежду в рулончики, они складывали ее. Кстати, хитрость с бумажными салфетками здесь тоже пригодится. Сверните одежду вместе с ними, и она не помнется. Дождь закончился, и вышло солнце. Пора на пляж. К сожалению, по дороге у вас рвутся шлепки. Чтобы удержать перемычки на месте, просто зафиксируйте их снизу резинкой для волос. Вдоволь наплававшись в море, вы возвращаетесь в отель и готовитесь к вечернему выходу. Только вот ваши ожерелья спутались в чемодане. В следующий раз проденьте их соломинки для напитков. Это выглядит странно, но работает. А сережки, кольца и другую мелкую бижутерию можно сложить в таблетницу. Заодно положите туда несколько резинок для волос. Вашим шлепанцам они могут пригодиться. Хорошо, вы готовы к вечернему выходу. Если вы ищете хороший ресторан, выбирайте место с небольшим меню. Обычно разнообразие означает более низкое качество и наоборот. Если повар постоянно готовит несколько одних и тех же блюд, скорее всего, он научился делать это идеально. Вы доели свой деликатес и официант приносит счет. Вы тянетесь за бумажником и понимаете, что забыли его в бутылке из-под шампуня. По крайней мере, вы захватили с собой телефон. А в чехле есть несколько банкнот. Фух, пронесло. Безусловно, здорово веселиться с хорошей компанией до самого утра. Но если вы хотите посетить все местные достопримечательности, ложитесь спать пораньше. Тогда вы проснетесь раньше других, и вам не придется стоять в очередях. Однако вам не повезло. В вашем отеле спать невозможно. Громкие соседи, шумные улицы, яркий свет фонарей пробивается сквозь занавески. Никогда не забывайте брать с собой маску для сна и беруши. Неделя отпуска пролетела, и пора отправляться домой. Вы снова собираете чемодан. Но что же делать с грязной одеждой? Помните наволочку, из которой вы делали подушку в автобусе? Положите вещи в нее. И не забудьте положить туда же кусок ароматного мыла. Вы порадуетесь своей предусмотрительности, когда откроете наволочку дома. А если вам нужно вести с собой грязную обувь, наденьте на ее подошвы шапочки для душа. Теперь содержимое чемодана не испачкается. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа. И присоединяйтесь к Эдми.